Вопрос такой, с чего начинать в плане выбора сортов? Хотел бы не только яблони, абрикосы, сливы и вишни. Сейчас, наверное, поздно саримся заказывать. Ну, значит, поздно я вам показывал письмо Елькина, снег выпал, у Сафронова снег выпал, у меня в четверг снег выпадет. Вот, иногда, хоть и говорят, что три вида лжи, одна из них прогнозы, но иногда они сбываются. Так вот, зима задержалась. Так, где вы живете? А ну-ка, ну-ка, сейчас, проглядел. А, Алтайский край, ну, значит, не поздно. Звоните Сергею на всякий случай 8-983-275-40-56. Потом по записи запишите. Ну, могу повторить. 8-983-275-40-56. И заказывайте то, что есть. Я, кстати, закажете, если еще жердели и маньчжорцы не привитые. Ну, я вам фотографию только сейчас показываю. Это она же подвойная. Вот, это одни из моих чудес. Теперь, значит, что вы имеете в виду? Выбор сортов. Сейчас выбор не богатый. Получается, на следующий год закажете каталог, там глаза разбегутся. Если не будут убиты цветы в этой весной. Попасть по заблоку. И яблони, которые вас интересуют. И абрикосы. И сливы вишни. Ну, скорее всего, будет так. Или абрикосы, или слива. Или вишня. Или абрикосы. Или яблони, или груши. Почему? Разное время цветут. Морозы мы заминовали. Почки набухают. А цветочные. Все живо. А будет ли вырожай? Смотря что из этого. Яблони, абрикосы, сливы вишни попадут под заморозу. Самые капризные абрикосы, самые первые зацветут. Вот. Из этого перечня. А заказывать, если начнете с косточек. Так, остались маанджерцы. Несколько сортов. Три, по-моему. Четыре. Это там, девчонки знают. Так. Сейчас только заказ отправлял. Делали в этот. Кое-что кончается на Сахалин. Так, кстати. Так, кстати. Жанна Панова. Вы же, по-моему, моя семинаристка. О, память. И опять заказали. Ну, значит, доверяете. Так вот. Значит так. Из слив остались китайские пару сортов. Это я простралифицированно. Из вишен остались. Да всякие. И степные, и вишня сибирская штабовая, и вишня, и волосы осталось. Вот, пожалуй. Остались еще подвоенные семена груши уссуристка. И, по-моему, все. Вот. И еще. Ну, ладно. Там еще посмотрим. А! Теперь насчет сухих. Да, еще манжирские орехи остались. Есть и в песке, все равно. Есть и в сухие. Теперь успеваете, кто хочет посадить соревнованное, прямо в это самое. Помните, как сейчас модно от этих, несколько сайтов рекламных. Немедленно хватайте, начинайте заказывать. Так вот, немедленно хватайте, начинайте заказывать. Сегодня, завтра, завтра, завтра Пасха, ну, понедельник. Вот. Такие дела. Поэтому, значит, так, кстати, поздравляю с наступающей Пасхой. Вот так. Теперь, сухие. Это можно все лето заказывать. Можете не торопиться. Но учтите. Это и все абрикосы сухие. Если абрикосы попадут под заброски, а такое бывало, то это все, то есть год будет потерян, потому что осенью вы будете говорить, хочу абрикосы, я буду говорить, извините, заброски. У меня такие года были. Поэтому еще раз скажу. Ребята, пока они есть, вот они. Заказывайте, заказывайте, заказывайте. Вот. Есть быстрый способ, их можно даже посадить и разбудить. Высылаю статью Бородского, есть подходящая статья. И статью уже покойно Тетянсом Ноги. Она тоже написала статью, она у меня есть в архиве. Как вот сейчас они сухие, а через три дня или четыре они взойдут, уважаем вас. Можно и так. Так. А можно и дождаться осени. Вот. Потому что кто-то должен и страховаться. А вдруг не будет урожая, и тогда вас вообще уже никогда абрикосов не будет. Поэтому и мокрые, и сухие. И сухих вишня степная, вишня войлочная. Так. Где-то у меня вишня, вишня подвойная войлочная. Так. Теперь. А почему тут нет? У меня... А, у меня их это, целые ведра этих. Вишня сибирская штабовая. Потом к ней еще вернемся. Помните, я говорил про свежую кровь. Это она. Только она, к сожалению, не нужна. Вот такие вот абрикосы. И слева красно-желтая еще есть, сухая. Вот она. Так что, это можете заказывать. Без ажиотажа, но не так много, согласитесь. Продолжение следует...